Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Разобрали крышу, выяснилось, что там труха, как что делать неизвестно. Проблем выше крыши. Жители домов на улице Тургенева и Карачевской ощущают разрушительные последствия капитального ремонта. Кому обращаться и что делать? Спешил домой, попал в больницу. На Комсомольской пешеход угодил под трамвай. Кто виноват? Замечательные рисунки. Рисунок туш, забрыск, карандаш литоградский. Это все использует Латрек в своих работах. Откровение, колорит и изысканность. Выставка работ одного из самых известных и ярких представителей постампрессионизма. Анрида Толос Латрека приехала в Орел. Каковы впечатления первых посетителей? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Свыше ста крыш будет отремонтировано в Орле в этом году. Специальную программу по обновлению кровель власти создали после многочисленных жалоб жителей. В 2018-м жил инспекция за протечку крыш оштрафовала управляющей компанией на 4,5 миллиона рублей. Жители 47-го дома по улице Тургенева и 122-го, что на Карачевской, говорят так. Попасть в программу – это полдела. Главное – добиться результата и заставить подрядчиков работать. Все подробности у Натальи Пехтеревой. Жители дома номер 122 по Карачевской теперь могут написать пособие по капремонту или пойти работать прорабами. Строение попало в программу в прошлом году. Было принято решение отремонтировать крышу и веранду. Стены и фасад оставить как есть. Денег на их новую жизнь нет. С подрядчиком заключен договор на сумму 775 тысяч рублей. Около 700 тысяч из этого уйдет на ремонт кровли данного дома. Чтобы ремонт фасада, им нужно уже требовать свидетельность управляющей компании. Или по расчетам фонда не менее 30 лет копить средства. В доме живет всего 4 семьи. От безысходности согласились крыша, так крыша. Кто ж думал, что впереди ждет нервотрепка, провалы по срокам. Все не были вообще остаться без крыши, без всего. Встреча с горе-рабочими. Появилась первая бригада, которую разломали тут половину в пьяном угаре, так сказать. И благополучно куда-то делись. А тут еще выяснилось, что с проектом ремонта крыши случилась детективная история. По версии представителя фонда, документы потерялись. Разобрали крышу, выяснилось, что там труха, как что делать, неизвестно. И начинаются вопросы. Сергей, подъедьте. У нас старший выбран Сергей, мой супруг. Сергей, подъедьте, а как мы будем делать крышу? Перемены начались неделю назад. Тут был немножко недобросовестный подрядчик. Срок договора у него кончался 30 июня этого года. После этого мы написали ему штраф о неприступании к работам. Нам все это надоело, и мы решили разорвать договор с подрядчиком в одностороннем порядке. Направив ему в конце августа расторжение, там дается 10 дней, чтобы подрядчик смог как-то исправить ситуацию. И где-то в районе 2 сентября на дом вышла нормальная бригада рабочих, которая уже, можно сказать, в короткие сроки разобрала полностью всю крышу. Нас же интересует, сколько вы будете тут еще работать? Ведь скоро дождите. День 10. Дни 10? Да. Тургенева 47, еще один проблемный адрес. Капитальный ремонт превратился в коммунальное бедствие. Работы начались еще в апреле. Результат – целлофановая крыша и масса обещаний. Капитальный ремонт хуже пожара. Возмущены жители. Ремонт стартовал в 2018 году. Подрядчики тогда ограничились лишь заменой окон в подъезде. Процесс обновления дома был организован отвратительно. И в этом году добавляют местные. Уже начинают белые мухи лететь. А у нас нет ни отопления, ни крыши. Ничего. Дожди сильные. Заливают пятые этажи все. Я даже их не помню, когда они были. Последний раз на крыше. Начиная буквально с июля месяца, чуть ли не каждый день звоним суподрядчику в Курск. Отвечает завтра, завтра, завтра. Уже завтраками, ни обедать, ни ужинать уже не хотим. Жители вспоминают, как всем двором переживали за соседей, переживших потоп. Рабочие повредили трубу с горячей водой. Из подъезда вода стекала. Здесь просто все было. Вообще какая-то лужа большая. Я подхожу, мы из школы с подругой идем. Из 24. И тут вот близко. И тут видим. Такое. Я смотрю, мы вообще как-то в шоке были. Вообще от такого увиденного. Люди хотят знать точную дату возобновления работ. Вот что нам сказали в фонде капремонта. Со слов подрядчика, материал профлист будет поставлен в начале следующей недели. Поставщик раньше не получается у него привезти. Поставщик находится в Липецке. После того, как материал будет на объекте, ну ориентировочно две недели и крыша будет закрыта профлистом. О том, как будут развиваться события, чем грозит подрядчикам срыв срока, мы обязательно расскажем. По данным регионального фонда, в этом году отремонтируют 100 крыш на особом контроле 4 объекта. Наталья Пехсерева, Андрей Борисович, телеканал Первый областной. Пешеходный мост в селе Морево Дмитровского района отремонтировали. Положили новый деревянный настил на давно прогнившие балки. Перила вовсе не установили. Местные власти приводить в порядок аварийное сооружение стали после вмешательства журналистов и членов регионального штаба Общероссийского народного фронта. Проблему обнаружили еще в июле этого года. Тогда селяне, среди которых большинство пенсионеры, изобили тревогу. Ретроспективы событий в материале Виктории Юрковой. Последний визит в Морево съемочная группа совершила два месяца назад. Переправа, по которой ребенок добирается до Дмитровской трассы, заметно изменилась. Сгнившие доски скинули в болото близ пешеходного моста. Да, сделали. Не так, что мост, но переход сделали. Но его все равно нужно получше сделать. Нам местные жители рассказали историю о том, как восьмилетние дети совершают вот по этим сельским заросшим тропам проход и вот по этому мосточку, который в ненастный промежуток времени года, прохождение по нему будет иметь очень сложные последствия. Новые деревянные доски уложены на старые подгнившие балки, основание которых уходит вглубь болота. Превратившийся в труху деревянный сруб оставлен нетронутым. Члены регионального штаба ОНФ обратили внимание и на проблему транспортной логистики в этом селе Дмитровского района. Первое наше предложение – закончить ремонт моста, для того, чтобы он был удобным для передвижения местных жителей. Второе предложение заключается в том, чтобы пересмотреть транспортную логистику в отношении населенного пункта Морева и пустить сюда автобус, для того, чтобы дети имели возможность комфортно добираться в школу. Пересмотреть транспортное сообщение так, чтобы автобус заезжал в Морево и доставлял ребенка до Дмитровской школы, обещал глава района в июле месяце. Для того, чтобы открыть школьный маршрут, ГАИ требует, должны быть отбойники стоять на пруду полностью, вы понимаете, от воды отбойники поставить. Это раз. Второе – сделать схему дислокации знаков и сделать разведку на дороге, на бетонке. Это, конечно, невыполнимо. Что же касается переправы, именно так пешеходный мост называет глава района, то она полностью доделана. В таком виде и останется, заверил Сергей Козин. После работ по приведению данного участка в более-менее удовлетворительное состояние он стал значительно уже. До зимы здесь появится еще перила. На этом все ремонты закончатся. Виктория Юркова, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Минимальный размер оплаты труда будет увеличен с 2020 года. Он превысит отметку в 12 тысяч рублей. Как изменится ситуация на региональном рынке труда, расскажет Анастасия Гришина. Здравствуйте. Действительно, мрот со следующего года повысит. Увеличение коснется более 2 миллионов россиян, которые получают минималку. В Орловской области минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей. Итак, в 2020 году в Орловском регионе, как и во всей стране, поднимут мрот. Минтрут опубликовал на официальном сайте законопроект об установлении минималки выше уровня в 12 тысяч рублей. Сегодня минимальный размер оплаты труда на Орловщине более 11 тысяч рублей в месяц. Мы пытались запросить данные о количестве жителей региона, получающих этот минимум. Однако выяснилось, что такие подсчеты никем не ведутся. В Орловской области стартовала акция от Центробанка «Месяц приема монеты». Она продлится до 31 октября. Обменять мелочь на купюры или даже памятные монеты можно в региональных банках. С данной суммы можно и зачислить на счета благотворительных фондов и детских домов. Кстати, региональное отделение Банка России приглашает всех желающих на день открытых дверей 28 сентября. Обещают квесты и мастер-классы. Говорят, будет интересно. Заявку можно оставить на официальном сайте или по номеру телефона на экране. Более 4700 онлайн-касс в июне этого года установили орловские предприниматели. Для подсчета оборудования налоговикам потребовалось два месяца. Еще бы, ведь всего в регионе работают более 16 тысяч онлайн-касс. Напомним, 1 июля завершился третий этап реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Теперь все расчеты при продаже товаров и оказании услуг должны осуществляться через онлайн-кассы и с обязательной выдачей чека. Хорошая новость для аграриев. Им предлагают побороться с дополнительной грантой. Конкурс будет проводить региональный департамент сельского хозяйства. Получить дополнительное финансирование могут, к примеру, кооперативы. Победитель может закупить или отремонтировать оборудование аж на 70 миллионов рублей. Семейные и животноводческие фермы смогут получить 30 миллионов рублей. Побороться за грант предлагают и начинающим аграриям. Для них предусмотрены два гранта, оба по 3 миллиона рублей. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина. Трамвай сбил Орловчанина в районе остановки Стрела. ДТП произошло в понедельник около 6 часов вечера. Как рассказали в ГИБДД, пострадавший мужчина переходил трамвайные пути по пешеходной дорожке. Однако ни соответствующего дорожного знака, ни зебры там нет. В результате ДТП пешеход получил травмы. С места происшествия был доставлен в больницу. Ему назначено амбулаторное лечение. Лекарственное обеспечение льготников. Что нового? Будут ли бороться с очередями в поликлиниках? И как удержать в регионе молодых врачей? Чем опасен отказ от прививок? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать 19 сентября в прямом эфире телеканала Первый областной. Гость студии – руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин. Начало программы «Актуальное интервью» в 20 часов. Свои вопросы во время прямого эфира вы можете задавать, позвонив по телефону 76 10 28. Программа также будет транслироваться в эфире «Экспресс-радио Орел» на нашем сайте. Подлинные работы знаменитого французского художника Анри де Тулус Латрека привезли в «Орел». Их можно увидеть в Музее изобразительных искусств. На выставке представлены 50 литографий, плакаты и афиши легендарных парижских заведений. Латрек происходил из богатой аристократической семьи. Однако из-за ослабленного физического состояния самая обычная жизнь представляла для него угрозу. Два падения в течение одного года привели к перелому обеих ног. Это повлекло за собой длительное пребывание в постели, после чего он навсегда остался инвалидом. О безграничной любви к искусству вопреки тяжелым обстоятельствам расскажет Наталья Чунина. Маленький человек с большим талантом. Именно так можно охарактеризовать французского художника-постимпрессиониста с непростой судьбой. После двух травм ему был поставлен диагноз врачей. Он больше не будет расти. Творчество для Латрека стало настоящим спасением. Он рисовал постоянно и одержимо. Старался передать движение человека или животного. Чей-то замысловатый взгляд или унылую гримасу. Он наблюдал за жизнью вокруг себя и старался запечатлеть каждый момент. Латрек оставил богатое наследие. 600 живописных работ, несколько сотлитографий, 9 гравер. Однако именно его считают основателем современного плаката. На выставке в Музее изобразительных искусств можно увидеть оригинальные афиши, зарисовки, портреты французского мастера кисти конца 19 века. Поступила заявка об организации выставки. И, как всегда, мы советом утверждали в выставочном плане организацию этой экспозиции. И очень рады, потому что в этом году исполняется 155 лет со дня рождения мастера. Недаром его называют мастером наброска и психологического портрета его линейной бумаги. Предельно красноречивые, тут задиристые и твердые, то мягкие и плавные. Он не идеализировал натуру, как художники-академисты, а заострял внимание на ее индивидуальности. Это все, так сказать, замечательные рисунки. Рисунок, тушь, забрыск, карандаш литоградский. Это все использует Латрек в своих работах. Притом это цветная печать, то есть это несколько камней, с которых это все печаталось. К слову, экспозиция является передвижной и уже побывала в 10 городах России. В Орле представлены работы знаменитого мастера из фонда Артбанка и частных коллекций. Обычно многие предпочитают не раскрывать владение теми или иными произведениями, но в силу того, что это собрание литографии, это печатная графика, хотя она относится к оригинальным произведениям и авторские рисунки, она, естественно, носит вот такой уникальный характер, особенно то, что касается рисунка карандашом, тушью, сангиной. Выставка будет работать до 20 октября. Наталья Чувина, Артемий Мельников, телеканал Первый областной. Орловчан приглашают на масштабное и уникальное мероприятие в Болхов. Именно там 21 сентября состоится третий по счету фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». Традиционно праздник собирает лучших звонарей со всей России. Этот праздник начнется с большого флешмоба, который предполагает одновременный колокольный звон маленьких колокольчиков. Мы просим всех участников фестиваля захватить колокольчики с собой, чтобы стать участниками такого незабываемого события. Программа фестиваля продлится более трех часов. Вместе со звонарями со сцены будут выступать лучшие коллективы Орловской области. Также в течение дня на городской площади будут работать многочисленные площадки, мастер-классы по кулинарии, зодчеству и колокольному звону. Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколин. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obl1.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 100 и 4 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 ночи. На этом все. О важном и интересном сообщайте нам по телефону 76 10 28. Я с вами прощаюсь. До встречи. Орловчане могут оформить ипотеку в Сбербанке по низкой процентной ставке. Такая возможность появилась благодаря программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Процентная ставка всего 5%. Условия просты. Второй или последующий ребенок должен родиться в вашей семье после 1 января 2018 года. Преимущество программы «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми» в Сбербанке в том, что в первую очередь это ипотека 5%. Второе, то что срок ипотеки может быть 30 лет. Ну а третье, то что в качестве созаемщиков можете привлекать как родителей, родных, близких. Максимальная сумма займа 6 миллионов рублей. Оформить его можно не только в отделении ипотечного кредитования Сбербанка, но и на специальном сервисе «Дом Клик». Это универсальная и очень удобная онлайн-площадка для покупки квартиры в ипотеку. На сайте «Дом Клик» клиент может как подать заявку на ипотечный кредит, так и подобрать объект недвижимости, а также осуществить сделку. На «Дом Клик» можно буквально в считанные минуты запустить покупку квартиры своей мечты. Сделать это можно на сайте или в мобильном приложении. Кстати, если на «Дом Клик» вы выбрали вторичное жилье, то получите скидку в размере 0,3%. Достаточно простой. То есть сначала клиент подает заявку на ипотечный кредит, рассматривается. Ему приходит смс-оповещение, что заявка одобрена. Далее клиент на сайте «Дом Клик» выбирает желаемый объект недвижимости. То есть ему приходит подборка по параметрам, по тем, каким он хочет, в каком районе, за какую стоимость. Благодаря снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «Дом Клик», каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен. За месяц, что действует программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», уже 15 семей обратились за ипотекой под 5%. Юлия Сабинникова, Ирина Волкова, Артемий Мельников, телеканал «Первый областной». У�енник Мельникова, Ирина Волкова, Артемий Мельникова, Артемий Мельникова Сбережения под высокий процент принимаете? Конечно, принимаем. Все сбережения у нас застрахованы. Тогда выезжаю. Сберегательный союз. Ставка 12,6% годовых. Звоните 22 20 37. С 26 по 30 сентября в Орловской области пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция». Пройди тестирование на ВИЧ быстро, бесплатно, безболезненно, анонимно. Телефон 42 00 03. Добро пожаловать в клинику гармоничной медицины. Для вашей семьи лучшие доктора, передовые технологии и доступные цены. Клиника гармоничной медицины. Новая мелодия вашего здоровья. Бульвар Победы, дом 2. Телефон 78 38 18. Мы любим делать запасы, но заботясь о близких, часто забываем о главном – запастись здоровьем. С этой целью я пользуюсь медицинским аппаратом «Алмак Плюс». Это новейший уровень в лечении артрита и артроза. «Алмак Плюс» способен помочь справиться с болью, повысить эффективность лечения и не допустить обострения суставных заболеваний. «Алмак Плюс» – запаситесь здоровьем суставов. Приобретайте «Алмак Плюс» в аптеках и магазинах медтехники. Еломет. Твой день начинается не с кофе? Лазерная коррекция зрения в Орле. Избавься от очков и контактных линз навсегда. Орловская глазная клиника. Улица Гуртьева, 27, строение 2. Субтитры предоставил DimaTorzok торгового центра «Атолл» по формированию широкого ассортимента товаров для качественного образа жизни. И к прогнозу. Переменная облачность в Амцинске – плюс 12. Дожди с грозами. Ночью еще холоднее – плюс 7. В Ливнах переменной облачности дожди с грозами. Температура плюс 13 и выше. Ночью всего лишь 8 тепла. В Волхове дожди с грозами. Переменная облачность днем всего лишь плюс 11. Ночью плюс 7. Переменной облачности дожди до середины дня в Орле. Днем плюс 12. Ночью воздух остынет до плюс 7. Ветер западный – 6,8 метров в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление очень низкое для наших широт – 735 миллиметров ртутного столба. Мы удивлялись прогнозу на среду. Оставайтесь с первым областным. Наши партнеры. Ресторан «Ягерхаус». Обновленный зал. Изысканная кухня. Доставка блюд. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 12,6% годовых. Все сбережения застрахованы. Книжная канцелярская компания «Оптимист» объявляет акцию с 1 мая по 28 сентября. Будут разыграны ценные призы, а главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Разыгрыш призов состоится 28 сентября в культурно-досуговом центре «Металлург». Легендарно-вокально-инструментальная сабль «Поющие сердца в Орле». Концерт состоит со 2 ноября в 18.00 в Грин-центре. Билеты в кассах «Орел-концерт» и на сайте «Орел-концерт.РФ». Всем крепкого здоровья и иммунитета в начинающийся сезон простуд. Для тех, кто сегодня, думая о будущем, бескомпромиссно выбирает только качественные и полезные продукты питания – АТОЛ «Направление Фрэш». Для тех, кто сегодня, выбирая здоровый образ жизни, осознанно покупает безопасные товары из натуральных ингредиентов – АТОЛ «Направление Фрэш». Качественные товары, качественные продукты каждый день, в каждую семью. АТОЛ «Направление Фрэш». Ресторан «Ягер Хаус». Твои друзья уже здесь. Они ждут тебя в обновленном, просторном зале, чтобы вместе с тобой не только сытый и вкусно поесть. Ты понимаешь, о чем я. Шоу-программа, живая музыка и весь танцпол твой. Приезжай скорее. Ресторан «Ягер Хаус». Улица Ливенская, 68А. Телефон плюс семь четыре восемь шесть два пятьсот семь девятьсот двадцать девять. Ягер-бар.ру Чё это они? Алло, сберегательный союз? Сбережения под высокий процент принимаете? Конечно, принимаем. Все сбережения у нас застрахованы. Тогда выезжаю. Сберегательный союз. Ставка 12,6% годовых. Звоните. Двадцать два, двадцать тридцать семь. Школу! Я не готов! Грандиозная акция от «Оптимиста». С первого мая по двадцать восьмое сентября, совершая покупку в магазинах «Оптимист» на сумму от двух тысяч рублей, вы получаете билет, который дает вам возможность поучаствовать в грандиозной акции. Главный приз – автомобиль «Лада Гранта». Розыгрыш призов состоится двадцать восьмого сентября в городе Орел. Культурно-досуговый центр «Металург». Регистрация с одиннадцати тридцати. Начало в тринадцать ноль ноль. Школу вместе с «Оптимистом». Легендарный «Виа» – «Поющие сердца» в Орле. Второе ноября. Грин-центр. Начало в восемнадцать ноль ноль. Билеты в кассах «Орел-концерт» и на сайте «Орел-концерт.рф». Справки по телефону 780078. Листья закружат, листья закружат и улетят.